Дамы и господа, здесь, везде, онлайн, во всём мире и в открытом космосе, я Франц. И от лица всех в Тесла, добро пожаловать на Мы, Робот. Я хочу поблагодарить Warner Brothers за то, что приняли нас. Вы, должно быть, знаете, что это место рождения множества фильмов, многие из которых представляют видение будущего. Сегодня мы испытаем это будущее, и оно ближе, чем кажется. И кто лучше, чем Илон, покажет нам это будущее? Кажется, он подъезжает. Давайте поприветствуем его. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» это будет потрясающе. Более того, я думаю, что стоимость автономного транспорта будет настолько низкой, что его можно будет рассматривать как индивидуализированный общественный транспорт. Например, средняя стоимость поездки в автобусе, и я сейчас не про стоимость билета, она субсидируется, составляет около 60 центов за километр, в то время как стоимость поездки в кибертакси со временем будет около 12 центов за километр, а с учетом налогов и прочего, примерно 19-25 центов за километр. И да, вы сможете его купить. Да, именно. Мы ожидаем, что стоимость будет ниже 30 тысяч долларов. Для тех, кто сейчас работает водителем Uber, появится интересная бизнес-модель. Они смогут управлять целым парком машин, скажем, 10-20 автомобилей, и ухаживать за ними, как пастух ухаживает за своим стадом. У вас будет стадо машин, и вы будете их пастухом, будете заботиться о них. Как по мне это прикольно. Я считаю, это будет славное будущее, нечто особенное. А когда они будут доступны? Да, отличный вопрос. Мы планируем запустить полностью автономное вождение без наблюдателей в Техасе и Калифорнии уже в следующем году. Это, очевидно, касается и Model 3, и Model Y. Мы планируем начать производство кибертакси, которое будет оптимизировано под автономное вождение. Вероятно, ну, я обычно оптимистично оцениваю сроки, но, скажем, в 2026. Скажем, до 2027. Производство будет очень масштабное. Но еще до этого вы сможете воспользоваться роботакси в машинах Model 3 и Model Y, и в Model S и X. Тройка и Y будут поддерживать полностью автономное вождение без наблюдателя там, где это разрешат регуляторы в США, а затем и в других странах. И да, конечно, это касается и Кибертрака, не волнуйтесь. Все машины, которые мы производим. Новые покупать не надо. Следующий слайд. Одна из причин, по которой компьютер может быть гораздо лучше человека, заключается в том, что у нас миллионы автомобилей, которые обучаются вождению. Это как прожить миллионы жизней одновременно и увидеть крайне редкие ситуации, которые человек, возможно, за всю жизнь и не встретит. Надеюсь. Да. Именно. И, естественно, с таким количеством данных для обучения компьютер будет намного эффективнее, чем человек, потому что вы не можете прожить миллионы жизней. Кроме того, автомобиль видит во все стороны одновременно, не устает и в мессенджерах не сидит. Именно поэтому он будет в 10, 20 или даже 30 раз безопаснее человека. Хочу подчеркнуть, что наше решение основано на искусственном интеллекте и компьютерном зрении, то есть дорогое оборудование не требуется. Model 3, Model Y и Model S и X, которые мы производим сегодня, поддерживают полный автопилот без наблюдателя. Это значит, что наши затраты на производство машин остаются низкими. Мы собираемся сделать чип для кибертакси с некоторым запасом по мощности. AI5 будет мощнее, чем нужно, потому что я вижу в этом возможности, похожие на Amazon Web Services. Если машина будет в дороге по 50 часов в неделю, остается более 100 свободных часов. И тут появляется потенциал для создания распределенной сети вычислений. Если у вас парк в 100 миллионов автомобилей, по киловатту вычислительной мощности на каждый, это 100 гигаватт вычислительной мощности. Это очень серьезная цифра, и ее можно будет использовать. Как по мне, это логично. Автономное будущее уже здесь. У нас уже 50 тысяч машин, работающих автономно. Мы хотим, чтобы вы представили, какими будут города будущего. Когда вы сядете в машину без руля, без педалей, без каких-либо систем управления, это будет довольно захватывающий опыт. Очень классный. У нас здесь достаточно автомобилей, так что все смогут прокатиться на них сегодня на специально построенной площадке. Она очень большая, мы задействовали гектаров 8, 12, и поездка довольно долгая. Мы сделали ее похожей на аттракцион в парке, так что это будет круто. И вы все сегодня прокатитесь. Пришло время заняться еще одной вещью, беспроводной зарядкой. У роботокси не будет разъема. Оно подъезжает к индуктивному зарядному устройству и заряжается. Как и должно быть. Мы тебя любим! Спасибо, ребят. Я вас тоже люблю. Итак, интересно, как это повлияет на города, в которых мы живем. Когда вы ездите по городу, или когда машина возит вас по городу, вы видите много парковок. Они повсюду, гаражи и стоянки. Так вот, в автономном мире парковки можно превратить в парки. Мы убираем овки из парковок. Не за что. Это создаст много возможностей для озеленения наших городов. Это будет прекрасно. И да, кстати, что же делать, если вам нужна машина побольше, чем Model Y? У нас есть робовин. Мы запустим его в производство, и выглядеть он будет вот так. Представьте, идете вы по улице, а там такое. Это будет круто. Этот фургон сможет перевозить до 20 человек и грузы. Его можно использовать как для транспортировки товаров по городу, так и для перевозки людей. До 20 человек за раз. Робовин станет решением при большой нагрузке на дорогах. Если нужно перевести спортивную команду или значительно снизить стоимость поездки, скажем, до 3-6 центов за километр, вы сможете использовать робовин. Некоторые называют его робовин. Да. Одна из наших целей – изменить внешний вид дорог. Вы уже видите это на примере кибертрака. Мы хотим, чтобы будущее выглядело как будущее. Так. Кстати, о роботах. Все технологии, которые мы разработали для наших автомобилей – аккумуляторы, силовая электроника, продвинутые моторы, редукторы, программное обеспечение, чип для ИИ – все это применимо к человекоподобным роботам. Техника та же. Это просто робот с руками и ногами, а не на колесах. Мы добились большого прогресса с Оптимусом. Как вы видите, мы начинали с человека в костюме робота и с каждым годом продвигались все дальше. Если экстраполировать этот прогресс, то нас ждет нечто впечатляющее, что может быть у каждого. Вы сможете купить личного R2-D2 или C-3PO. В конечном счете, такой робот будет стоить что-то около 20-30 тысяч долларов. В долгосрочной перспективе может даже дешевле, чем машина. До долгосрочной перспективы нужно еще дожить. Но, в целом, вы сможете купить робота Оптимуса за 20-30 тысяч долларов. А что он может? Все, что захотите. Он сможет быть учителем или няней для ваших детей. Выгуливать собаку, стричь газон, покупать продукты. Просто быть вашим другом, подавать напитки. Все, что вы можете себе представить, он сделает. Это будет круто. Думаю, он станет величайшим продуктом в истории. Потому что все 8 миллиардов людей на Земле захотят себе такого друга. Может, даже по два. Они будут производить товары и услуги. И при условии, что мы нивелируем риск цифрового суперинтеллекта, вероятность хорошего исхода, я бы сказал, 80%. Давайте будем оптимистами. Стакан на 80% полон. Стоимость товаров и услуг резко снизится, и практически каждый сможет позволить себе любые продукты и услуги. Это будет эпоха изобилия, которую почти никто еще себе не представлял. Это будет нечто особенное. Сегодня мы хотели продемонстрировать, что Оптимус — это несфабрикованное видео, и мы не скрываем их. Оптимусы будут ходить среди вас. Пожалуйста, будьте добры к роботам. Вы сможете взаимодействовать с ними. Они будут подавать напитки в баре, и вы напрямую испытаете этот по-настоящему удивительный опыт — просто находиться рядом с человекоподобными роботами. В общем, давайте начинать вечеринку. Мы тебя любим, Илон! Я тоже вас люблю. Давайте начинать праздник вон там, у беседки. Давайте начнем. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok